21 мая – день, когда народы всего Северного Кавказа скорбят по жертвам жестокой и одной из самых длительных в истории войн. Противостояние на Кавказе началось в 1763 году и окончилось лишь в 1864. Митинг в Черкесске начался с совершения обряда дуа и молебна по погибшим жертвам Кавказской войны. В церемонии, посвященной 159-й годовщине ее окончания, приняли участие представители руководства региона и республиканской столицы, члены национальных и общественных организаций, коллективы предприятий и образовательных учреждений. От имени главы Карачаева Черкесии к присутствующим обратился председатель правительства республики Мурат Аргунов. В XIX веке кавказские народы оказались втянуты в длительную войну, в которой крупнейшие мировые державы сражались за свои геополитические интересы. В результате трагических последствий войны многие коренные народы были вынуждены покинуть свою родину. Жернова событий Кавказской войны перемололись сотни тысяч человеческих жизней. Многие представители адыгского и абазинского народов были вынуждены оставить свои родные очаги и долгие годы жить в скитании вдали от исторической родины. Кавказская война, которая длилась более ста лет, является трагической страницей в истории Северного Кавказа. Она стала частью сложной борьбы за обладание территорией по обе стороны Кавказского хребта. В ней столкнулись национальные менталитеты и геополитические интересы. Кавказская карта разыгрывалась сложно. Война имела свою длительную предысторию. Междуусобицы, конфликты, дипломатическая борьба. Кавказ имел важное военно-стратегическое значение для России уже во времена Московской Руси в XVI-XVII веках. Затем наступило время Российской империи, когда на Кавказе с небольшими перерывами все время шли войны с османами, персами и горскими племенами. Все время существования империи Кавказ был зоной военных действий. Военные походы, мятежи и восстания, заговоры и конфликты шли один за другим. Да и после падения империи Романовых мир не пришел на Кавказ. Каждый из выступавших на митинге в этот день отмечал, что столетняя Кавказская война поставила адыгов и абазин на грань исчезновения. 21 мая – особая дата для нашего всего черкесского мира. Именно в этот день, в 1864 году, в урочище Кбады, ныне Красная Поляна, официально закончилась Кавказская война. Был проведен торжественный парад русских войск и отслужен молебен по случаю победы. Перестала существовать Черкесия. По разным источникам больше 90-60% населения Черкесии вынуждена была искать приют в Османской Турции, пытаться строить новую жизнь на чужой земле. Несмотря на те испытания, которые пришлось пройти, народы Северного Кавказа сохранили свою культуру, самобытность, свой язык. Сегодня все мы дружно, в мире и согласии трудимся на благо нашей Карачаево-Черкесии и Великой России. В этот день мы склоняем головы перед памятью павших в этой войне. Вечная память жертвам Кавказской войны. Мне, как представителю репрессированного карачаевского народа, понятно, скорбь и думаю, каждого здесь присутствует еще на этой ночи, соболезную от имени карачаевского народа. Выступая перед собравшимися, руководитель Карачаева-Черкесской региональной общественной организации Абаза Умар-Кунчев отметил, что горькая правда этой войны заключается в том, что земля Кавказа стала могилой как для сотен тысяч черкесов, так и для сотен тысяч абазинских воинов, русских, казаков, которые погибли в результате столкновения интересов на то время всех ведущих держав мира. Вспоминая ее трагические последствия, мы выражаем чувство глубокой признательности тем, кто сохранил для будущих поколений историческую родину. Несмотря на все испытания, на всю трагичность той войны, мы сохранили свой язык, свою культуру. И потом уже наш народ показал преданность родной земле, уже вместе с народами России, Советского Союза. Наши храбрые воины защищали Родину во время Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, а теперь и выполняют свой долг при проведении СВО на Украине. Ровно в полдень по сложившейся традиции участники почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы к памятнику жертвам Кавказской войны. Траурные мероприятия продолжились во Дворце культуры. Присутствующим показали документальные фильмы по мотивам исторических событий того времени. Чтецы взволнованно и эмоционально декламировали стихи известных местных поэтов на тему Кавказской войны. Звучали душевные старинные песни, от которых на глаза наворачивались слезы. Вечером этого же дня у памятника жертвам Кавказской войны зажгли 101 свечу по количеству лет войны. Представители адыгской молодежи выложили из свечей памятную дату ее окончания. Армита Кишмахова, Рамазан Туков, Андрей Дорошенко. Итоги недели.